Всем привет, всем привет, дорогие дамы и господа, с вами опять Дмитрий Дичков, и вот сегодня, как я уже говорил, я пытался купить Nexus, тот, который я вам показывал, но, к сожалению, именно тот не получилось, вот это совсем другой Nexus, сейчас я вам покажу именно тот. Вот, в 2 часа ночи я все-таки встал, специально поставил бузильник, через телефон зашел, вот, кажется, тот Nexus, и в итоге ставки очень высоко поднялись, сейчас покажу 51 ставку, хотя их было 40 с чем-то. Вот, смотрим, 31 получается, вот, то есть, последняя стоимость вставлялась в 0, то есть, вот эту 103 доллара 50 центов, я ее лично видел еще в, когда я ее спать, в час ночи уже получается следующий день, то есть, 31, 106, потом 108, 101, 113, 116, 121 и 123.50, это без учета доставки, то есть, получается, человеку обошелся этот гаджет 123.50, мы прибавляем еще отправку, вот, не знаю, покажет он нам ее, нет, да, 50 долларов еще надо добавить плюсом, то есть, получается, 173 доллара, и умножаем эту курсу, курсу доллара 30, то ли 30, ну, 36 рублей, потому что там 35 с копейками, получилось, что этот планшет, это новый планшет, 16 гигабайт, Wi-Fi обошелся мы в 6246 рублей с учетом доставки. Я нашел еще вчера еще один Nexus, тоже седьмой, он тоже новый, стоит он, получается, если переводя уже наши деньги, тем более там, можно было, если бы мы отправляли в США, там доставка была бы бесплатной, я бы еще мог бы отправить другу, и другу, ну, может, через два месяца он мне бы его привез бы. А здесь, как ни бериф, только меняется время, а цена все равно, получается, все равно надо платить 25 долларов, поэтому разницы нет, что ему, что нам. Получается, здесь цена 3964 плюс 825 рублей, получается 4589, то есть, выгода около полторы тысячи, но это именно сейчас, потому что с утра он стоил не 120 долларов, вине, не долл, здесь я, это то ли африканские доллары, не помню, как это, валюта называется, он стоил 102.50, это вот буквально вчера, вот сегодня ставка поднялась. Вчера я искал планшет с 3G, с встроенным, он нечаянно набрел на этот планшет и сделал ставку, а потом, когда я начал читать полную характеристику и видел, что напротив 3G написано Super External 3G, я перевел, и получил, что поддержка не встроенного, а внешнего, то есть через OTG кабель. В принципе, планшет не такой уж и плохой, 7-дюймовый, но, к сожалению, 512 мегабайт оперативки. Вот если бы тут был бы 8 гигабайт встроен, 1 гигабайт оперативки, я бы, может быть, его и взял, это 9 дюймов тем более, но 512 мегабайт, я думаю, будет недостаточно, чтобы полностью нехорошо работать. Поэтому даже если я этот лот выиграю, и в этом ролике я вам покажу с этим лотом, то выкупать я его не буду. Как отменить, посмотрим в моем ролике. На этом пока все, ждем окончания именно вот этого лота, и попробуем отказаться от покупки, потому что я его, честно, покупать не собираюсь. На этом все, кстати, цена его составляет, ну, где-то 3000, ровно, примерно. Всем привет, всем привет. Как я уже говорил, у меня проблема вот именно с этим лотом, который я выиграл, но покупать не хочу. Я человеку написал то, что я не хочу этого сделать, то есть не хочу покупать, и необходимо ваше действие об отмене транзакции. Да, сейчас объясню, в чем ситуация. Я написал этому человеку, что покупать товар я не хочу. Потом он меня переспросил, так что, как я понял, он меня не понял. Я ему написал уже на английском. Так, вот это уже, кажется, полноценный ответ. А вот был еще другой ответ, я вот сейчас попытаюсь, конечно, найти. А, вот. Я ему написал то, что вот я не хочу покупать этот товар, что мне делать? Он пишет, что спасибо, что вы ко мне обратились, но я не могу понять вашего точного вопроса. Напишите, пожалуйста, мне по-английски. Вот я ему написал, и он мне почти там, может, 20 лет написал, что все хорошо, я пришлю вам на почту письмо. Оно, в принципе, есть и здесь. Вот на почту мы сейчас обязательно зайдем. И он написал то, что вам надо будет нажать всего одну клавишу и выбрать отмену транзакции. То есть он меня понял и сказал, вот сейчас я вам покажу, вот это не то письмо. Нет, это как раз, да, то письмо, он написал нажать кнопку ответить. Вот я нажимаю ответить, передо мной сейчас должно открыться окно, где я... Так. Нет, это почему-то все равно не то. Странно, сейчас давайте обратно вернемся. Потому что я заходил в какое-то письмо. Может тут... А, вот, отмена покупки, да. Вот, вот, ответить сейчас. Вот он написал, недавно открыл дело об отмене транзакции, недавно приобретенному товару. Такому-то причине, по которой был подан запрос им. Продавец сообщает, что вы купили товар по ошибке. Я нажимаю ответить сейчас. И вот здесь я уже должен буду выбрать. Поставить галочку. Добро пожаловать в систему. Я вхожу в систему. Хотя я уже нахожусь, но я вхожу еще раз. То есть, сейчас я вам рассказываю, как, можно сказать, отменить покупку товара. Не знаю, всегда ли так хорошо получится или нет. Вот здесь написано, что я согласен с отменой. Ну, давайте все-таки я вот сейчас специально включу переводчик. И... То есть, он отменяет... Я отменяю свой заказ именно на это. То есть, я согласен с отменой транзакции. Мне надо ответить до 7 апреля. Ну, я отвечу сейчас, чтобы не тревожить человека. Давайте переведем. Я понимаю просьбу отменить эту сделку. Нажимаем и send. Не знаю, так. Давайте. Транзакция, наверное, успешно. Ну, как... Ну, наподобие, как бы, отключено. Давайте все-таки я переведу, потому что сделала... Сделка была отменена. То есть, все. Не знаю, придется сообщение... О, видите, сразу была отменена. Здесь я даже и не буду. Так, получить уведомление по этому товару. Отключить. Это я ставки не буду размещать. Отключить. Этот товар купим. Все. Что здесь в корзине? Давай сейчас посмотрим. По-быстрому. Пустая. Ладно. Короче, мы отменили этот товар. Интересно, а пропал он из этого? Нет, он еще пока здесь не пропал. Но, вот видите, выполняется... Вы не смогли произвести платеж из-за процесса решения претензий. То есть, пока что ждем. Давайте зайдем опять на почту. Так. Транзакция была отменена. Успешно. Дело об отмене закрыть. То есть, все хорошо. Если вы уже оплатили товар, но еще не получили размещение средств, то... То есть, если вы уже оплатили, но обычно это и не делается. На этом все. Вот как это можно сделать. Просто мне, наверное, попался хороший и честный, наверное, продавец. Сейчас у меня вот стоит выбор между двумя планшетами. Это X-Play Trend 3G и другой 3G. В принципе, они одинаковые. Только у одного 8 дюймов, у другого 7,8. В принципе, не знаю, какое взять. Цена отличается... Вот лично у нас в Туле она отличается. 7,9 стоит 7000, а тут стоит 6500. То есть, разница в 500 рублей. И пока что я не знаю. Это новинки, поэтому я пока думаю. Не знаю, вот, думаю попробовать, не знаю, вот взять Nexus или нет. В принципе, в сумме, если мы сейчас посчитаем. Вот сейчас стоит 122, это, наверное, африканские доллары. 3993 плюс 814, получается где-то 4800. Все равно дешевле даже, если я куплю. Но это без 3G, мне, конечно, хочется, чтобы 3G было. Поэтому, конечно, здесь гиг-оперативки, но все-таки, не знаю. А вот в этих, к сожалению, во всех по 512 мегабайт. То есть, конечно, маловато. Ладно, вот сообщение нового пришло. Давайте посмотрим. Транзакция была отменена. Ну, слава богу. На этом все. Спасибо, что вы меня смотрели. Спасибо, что вы были со мной. И до новых встреч. Спасибо и всем, наверное, пока. Всем пока.